Точка, точка, спитай, минус рожьи закрывай, Паука, паука, огуречек, вот и вышел человечек. С этим стишком Надя закончила рисунок. Потом, боясь, что ее не поймут, подписала под ним «Это я». Она внимательно осмотрела свое творение и решила, что ему чего-то не хватает. Юная художница подошла к зеркалу и стала разглядывать себя. Что еще нужно дорисовать, чтобы любой мог понять, кто изображен на портрете? Надя очень любила наряжаться и вертеться перед большим зеркалом, пробовать разные прически. На этот раз девочка решила примерить мамину шляпку с мамой. Она хотела выглядеть загадочной и романтичной, как и на ноги девушки, показывающие моды по телевизору. Надя представила себя взрослой, бросила в зеркало томный взгляд и попыталась спрятись с походкой миликенщицы. Получилось не очень красиво, а когда она остановилась, шляпа съехала в ее нос. Хорошо, что никто не видел ее в этот момент. Вот мы посмеялись. В общем, быть миликенщицей ей совсем не понравилось. Надя сняла мамину шляпку, и вдруг ее взгляд упал на бабушкину шапочку. Не удержавшись, она примерила ее и замерла. Сделала удивительное открытие. Как две капли воды, она была похожа на свою бабулю. Только морщи меня, пока я была. Пока. Теперь она не знала, какой она станет через новый реп. Правда, это будущее казалось ей очень далеким. Наде стало понятно, почему бабушка так любит ее. Почему снежный грустик наблюдает за ее шалостей. И кратко вздыхает. Раздались шаги. Надя торопливо положила шапку на место, и побежала дверью. На пороге она встретила саму себя. Только не такую резвую. А вот глаза были такие же. По-детски удивлялые и радостные. Наденька обняла себе будущее. И тихонько спросила. Бабушка, а правда, что в детстве ты была мной? Бабушка помолчала. Потом загадочно улыбнулась и достала с полки старинный альбом. Перелистав несколько страниц, она показала фотографию маленькой девушки, очень похожей на Надю. Вот какой я была. «Ой, и правда, ты похожа на меня!» В восторге воскликнула внучка. «А может, это ты похожа на меня?» Лукаво прищурившись спросила бабушка. «Это не важно, кто на кого похож. Главное, похожее!» Не уступала малышка. «Разве не важно? А ты посмотри, на кого была похожа я!» И бабушка стала листать альбом. Каких там только не было лиц. И каких лиц. И каждая была по-своему красива. «Покой, достоинство и теплое, значаемое имя!» Притягивал взгляд. Надя заметила, что все они, и маленькие дети, и седые старики, юные дамы и подтянутые военные, были чем-то похожи друг на друга. И на нее. «Расскажи мне о них!» Попросила внучка. Бабушка приезжала к себе свою кровинку и застрелся рассказ об их роде, идущем с давних веков. Уже подошло время мультиков, но Наде не хотелось их смотреть. Она открывала что-то новое, удивительное, бывшее давно, но живущее в ней. А ты знаешь историю своих дедов, прадедов, истории своего рода? Может быть, эта история и есть в твое зеркало?